Настя, доброе утро. Очень рада, что ты вновь нашла время и пришла к нам сегодня в гости. Как твое настроение? Доброе утро. Я тоже очень рада снова побывать в этой прекрасной студии. Настроение замечательное, предвкушающее. Сегодня в Штатах сладкоежки отмечают праздник. День мармелады, день ириса. Как ты относишься вообще к сладкому? Сладкая это моя любовь. Без сладкого я никуда, но из мармелада и риса я больше люблю ирис. Особенно тот старый. Сегодня ты будешь на мне что-то творить. Вообще, как ты считаешь, аквагрим это развлечение для деток или взрослым тоже можно? На самом деле, что аквагрим развлечения только для детей это уже такой стереотип, потому что ну просто взрослые. У нас еще немножечко так боятся, блин, а может быть меня осудят, если я так накрашусь. Но на самом деле, на самом деле, на Хэллоуин родители все отрываются. Но кроме Хэллоуина, я могу сказать взрослым людям, что есть еще другие варианты, как можно использовать аквагрим именно на взрослых. Например, это может быть неоновая вечеринка. Если вы идете в клуб, можем сделать неоновый грим, который в ультрафиолете просто вот засияет на вас и вы будете в центре внимания. Можно сделать на новогоднюю вечеринку вместо того, чтобы надеть на себя маску, нарисовать на себе маску. Не обязательно это может быть кошечка, собачка. Это может быть очень крутая ажурная маска. Вообще, как ты считаешь, как аквагрим влияет на эмоции человека? Тем более по своей практике. Ты же видишь, как люди реагируют на результат, который ты создаешь. Положительно. Определенно положительно, потому что ну вот это прям заметно, когда рисуешь на человеке, а потом показываешь ему в зеркало то, что получилось. Вот человек сидел вот так, а потом ему показать, ой, это я что ли? Ой, как классно, ой, как красиво! Дети прям вообще не сдерживают эмоции. Они бегом к маме бегут показывать, ой, классно, классно! То есть настроение у детей прям это я кошечка, я принцесса, мама, наконец-то из меня Эльзу сделали. Поэтому я считаю, что аквагрим это уже должно быть обязательным условием для какого-нибудь праздника, чтобы просто поднять людям настроение. То есть ты можешь сказать, что это в принципе такая психологическая арт-терапия? Да, прям определенно могу так сказать. Хорошо. Как долго наносится рисунок? Сколько времени занимает? Вообще по-разному, но в среднем, если мы берем прям детский аквагрим, то это от 5 минут до 15 максимум. 15 это прям очень долгий детализованный рисунок. Дети дольше 15 минут не сидят. Но если мы говорим, допустим, про взрослый аквагрим, то тут немножечко все по-другому. Если мы берем взрослый какой-то простой грим, так же, как на детках на лице, то тоже там 15-10 минут. Но если мы берем, как у нас взрослые любят, чтобы и на шею заходило, или вообще боди-арт, то там уже идет от 20 и до 5 часов, 6 часов, в зависимости от того, насколько низко мы будем опускаться от лица. Но это все происходит с перерывами? Ну, конечно. 5-6 часов человек просто так вот не может высидеть. Это я могу высидеть 5-6 часов на себе рисовать. Но человеку-то все равно надо чуть-чуть встать, размяться. То есть ничего страшного, делаем перерывы в любом случае. Что сегодня ты будешь рисовать на мне? Ну, знаешь, я долго думала, что бы на тебе нарисовать, сделать ли просто ажурные такие узорчики. Подумала, нет, надо показать что-то красивое. А что красивое близится? Весна. Поэтому мы сегодня на тебе нарисуем очень красивый весенний цветок. Ну, я тогда предлагаю приступить. Я с удовольствием. И начать. Так, для начала, перед каждым рисунком первое, что мы делаем, это обрабатываем ручки. Потому что, ну, сами понимаете, это мало того, что у нас такая ситуация по миру, но и еще просто безопасность для детей и взрослых. Пока мои руки подсыхают, я буду готовить красочки к использованию. У меня есть такая прекрасная радужная палетка, которую для начала нужно смотить водичкой. Так. Я беру определенную кисточку и смачиваю ее в воде. Так. Чтобы не брать всю палетку, я вытащу один сплиткейк. А какой материал ты обычно используешь? Если говорить о фирме, то моя любимая фирма, если посмотреть на стол, это фирма Fusion. Я пользуюсь ей чаще всего, потому что она зарекомендовала себя как очень яркие, красивые краски. Итак, сейчас не пугаемся. Есть такая вещь, как аквагримерский захват, мы так называем гримеры. Это когда мы рукой, можно, я тебя поверну, мы руку кладем на голову. Ну, ничего страшного, давления нет, это просто для моей подстраховки, чтобы я чувствовала, когда ты поворачиваешься. Это для первых нескольких мазков, чтобы понять, где именно располагается движение, куда ты хочешь поворачиваться, а куда нет. Так. Все, теперь я уже, когда поняла, как именно ты себя ведешь в момент нанесения, я могу руку убрать и уже спокойно наносить краску дальше. Так. А тебе вообще когда-нибудь рисовали аквагрим? Угу. Космос. Космос рисовали? На спине. О, так ты сразу по-большому пошла с боди-арта? Ну да. Это очень круто на самом деле, что первый у тебя опыт, сразу боди-арт. Некоторые мамочки боятся и просто две линии провести на своем лице, стесняются. А какие рисунки наиболее популярны? У детей. У детей? У детей самые популярные это кошечки, единороги и принцессы. Просто если вы не умеете рисовать эту базу, к детскому лицу вам доступа нет, потому что первое, что вас попросят, это единорога, принцессу или кошечку. Так, теперь мы возьмем немного другой, другую кисточку, поменьше, и будем рисовать тебе листочки. Угу. Мне очень нравится эта техника. Мы будем рисовать тебе листочки не зеленые, как обычно привычно для нас, а я буду рисовать их как раз вот в стиле твоего наряда. Белыми, ажурными. Угу. То есть основной яркий акцент у нас будет именно на цветочке. У тебя длинные ногти, тебе не мешает это в работе? Именно для работы у меня на одной руке длинные ногти, на второй короткие. Той, которой я прикасаюсь к лицу, чтобы детки не пугались, у меня короткие ногти. И вот набрав на одну сторону кисти только белый цвет, а вторую оставив чистый, мы делаем цветочки более такими воздушными, ажурными. Они как будто летящие перышки. Как тебе ощущения, когда тебе рисуют на лице? Ну, необычные такие, прикольные, приятные, я бы даже сказала, потому что кисточки мягкие. Кисточки очень мягкие, и многие детки боятся, что их сейчас будут рисовать чем-то таким твердым, что будет сейчас неприятно. Маленькие детки боятся, но мы для начала, чтобы перестали они бояться, рисуем на ручке, чтобы они посмотрели, и только тогда они такие чувствуют, что «Ай, это не страшно, ой, классно, а мама, значит, очень хорошее что-то советует, мама мне не даёт что-то плохое», и тогда они соглашаются. Иногда же приходится всё-таки маму тоже садить, чтобы ребёнок увидел, что и мама не боится. А самые маленькие детки, это какой был возраст у тебя? Самые маленькие – это 3 года, я меньше 3 лет не беру принципиально, потому что производители красок рекомендуют нанесение аквагрима деткам от 3 лет. Поэтому если производители рекомендуют, мы будем придерживаться его рекомендаций. Просто мы не знаем, как будет реагировать очень нежная детская кожа. До 3 лет их пиаж кожи ещё не сформировался, и поэтому они могут среагировать аллергией или высыпанием. Поэтому всё для маленьких деток очень-очень нежное, всё аккуратное. Так, давайте я чуть-чуть поближе водичку свою поставлю. Так, теперь нам к нашим ажурным цветам нужно добавить ещё и красивых капелек из витков. А кто чаще приходит, мальчики или девочки на аквагрим? Девочки. Девочки. Но это, знаешь, не так, что, допустим, 80 на 20, это скорее 60 на 40. То есть мальчики тоже любят аквагрим, но у них свои привилегии. Они там больше любят супергероев, каких-нибудь интересных черепашек, акул и пиратов. У девочек больше выбор, они не так сильно себя ограничивают в том, что они хотят. Но сейчас, слава богу, детки уже такие более прогрессивные, они могут выбрать себе абсолютно разные вещи. У меня были мальчики, которые хотели себе красивых единорогов. У меня был папа, который себе рисовал единорога. И поэтому я считаю, что сейчас детки очень такие, поддающиеся на интересные эксперименты. У тебя есть ученики? Ты даёшь мастер-классы? Да, я даю мастер-классы, и у меня есть ученики. На данный момент мы как раз закончили с моей ученицей. Она уехала в Алмату работать. Сейчас я пока свободна. Я беру индивидуально по одному ученику и полностью посвящаю всё своё время ему, чтобы обучить его всем азам и нужным аспектам в аквагриме. Потому что если, допустим, делать мастер-класс на 20-30 человек, то, скорее всего, очень большую часть информации человек не получит. Потому что у него не будет личного общения, не будет возможности потрогать краски, посмотреть, как мастер её набирает, как он ей, как водит кистью, как всё это происходит. Поэтому я за личное обучение. Чуть-чуть поворачивайся на меня. Кстати, в аквагриме просто так ни один рисунок не наносится. У каждого рисунка есть свои формы расположения. У нас на лице есть фокальные точки. То есть точки, на которые обращают внимание люди. Выступающие точки лица или те, которые находятся с важными объектами, например, с глазами. И мы располагаем рисунок так, чтобы он обрамлял эти точки, чтобы он их касался и выделял. Тогда наш рисунок становится объёмным и подчёркивает все нужные детали нашего лица. Вот, например, тебе я наношу рисунок больше по вот этой части, и тем самым мы полностью обрамили твой глаз, который теперь выделяется. Так, теперь нам в нашем цветочке нужно добавить сердцевинку, чтобы он был не просто розовый, но и выглядел натурально. Мы берём кисть ещё поменьше предыдущей. И такой коричнево-бордовый сплиткейк. Так. Прежде чем взять ученика, ты смотришь на его основы, базу вообще? Как он умеет рисовать, не умеет? Или это не важно? Это совершенно не важно. Очень много гримеров не умеют рисовать вообще в начале своего пути. Очень многие являются программистами, кто-то является просто учителем биологии, например, как я, который вообще ничего общего с рисованием не имеет, но просто имеет тягу к тому, чтобы научиться. Именно этим мы отличаемся от тех, кто имеет художественное образование. Они считают, что они уже всё умеют и что им не нужно ничему учиться. И вот чаще всего такие люди забрасывают апогрим очень быстро, потому что он отличается от рисования на холсте. Кажется, что, ну, типа, ну, я так же просто, я сама смогу, зачем мне учиться? Когда начинают, и это не так красиво, как хотелось, бросают и говорят, что это просто какая-то фигня, и только детям этим заниматься. Ага, теперь нам нужна потоньше кисточка для того, чтобы сделать обводку нашего рисунка. Я беру чёрный цвет. С годами поток желающих нанести аквагрим, он увеличивается? Да, определённо. Сначала это такая услуга была, которая, ну, зачем она? Ну, порисует чуть-чуть, на главной осягой. Ну, порисует она, ну, походит она полчасика с ним, ну и всё, зачем оно надо? Вот оно вспотеет, всё потечёт, зачем? Мы не будем за это платить. Потом началось, что, ну, пусть вспотеет, ну, хотя бы чуть-чуть красиво походит. Потом было, ну, и не вспотеет, будет беречь этот рисунок, будем делать всё, чтобы красиво смотрелось. И вот так потихоньку-потихоньку люди начали понимать ценность аквагрима и потихоньку уже ценить то, как его наносят и как он носится. Так. Кстати, о том, сколько носится аквагрим. Аквагрим можно носить только до момента, пока мы не умоемся, потому что смывается он водичкой. Кстати, как умываться? Умываемся, вот как раз тебе нужно будет этот момент. Умываемся мы следующим образом. Мы в ручках намыливаем мыльце и мыльной пенкой наносим на наш рисунок, а потом тёплой водичкой умываемся. Никаких мицеллярных, мицеллярная вода, какие-то гидрофильные масла, они не нужны, это всё смывается простым мыльцем. Ничего страшного в этом нет. Всё легко и просто. Очень. Но самое важное, смыть это нужно перед сном. Нельзя это оставлять, чтобы ребёнок ложился с этим спать. Просто потому что аквагрим – это тоже декоративная косметика, которая во сне может забить поры ребёнку. Ну и постельное бельё вам потом отстирать будет сложновато. Потому что ребёнок, как и любой человек, во сне потеет. А при потоотделении аквагрим потечёт. И всё потечёт на бельё. Мы почти закончили. Я ставлю такие прям штришки последние. Пока как раз я оставляю последние штришки. Вот там есть прекрасные блёсточки. Выбирай, какие тебе нравятся. А у нас какие цвета преобладают? У нас розовый цветок и нежно-белые лепестки. Давай розовые. Розовые, хорошо. Вот эти розовые, вот эти розовые. Или, может быть, вот эти белые, которые на самом деле на коже полупрозрачные, а когда поворачиваешься, переливаются разные цвета. Третий вариант. Вот эти. Всё, хорошо. Также в блёсточки мы руками не лезем. Это тоже гигиена. Мы всё наносим кисточками. А кисточки промываются после каждого заказа, после каждого клиента. Ворачиваю щёчку. В городе у тебя много конкурентов? Ну, девочек, рисующих аквагрим, много. Но девочек, которые занимаются этим профессионально, по пальцам посчитайте. Одной руки фрезеровщика Евгения. Если вы понимаете, о чём я. Человека три максимума. У тебя есть чувство соперничества или конкуренции, или нет? Нет. Я бы сказала, что я бы наоборот даже хотела, чтобы это чувство было, чтобы у нас было больше людей, которые горят этим делом, которые хотят расти, хотят привносить что-то новое в аквагрим и развивать его в нашем городе. У нас же очень много школьников, студентов, которые приходят на низкий процент работать в парках аттракционов, чем не очень повышают значимость самого аквагрима. Так, и последний штришок. Ну что, ты готова? Да. Итак, результат увидеть. Внимание, готово. За такое короткое время? Да. Как тебе результат? Красиво. Ну, покажи зрителям ещё повернись, потому что я тебя чаще держала к себе повёрнутой. Очень красиво. И вот такой весенний дизайн получился у нас меньше, чем за 10 минут. Настя, спасибо тебе большое. Пожалуйста. С тобой всегда очень интересно беседовать. Я уверена, что ты будешь к нам приходить почаще. Я с удовольствием. Тебе желаю всего доброго и твои пожелания нашим телезрителям. Ну, моё пожелание, наверное, уже станет моим фирменным. Оставайтесь креативными, позитивными и творите чаще. Всем пока-пока и доброе утро. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!